Фёдор Михайлович Достоевский. Белые ночи. Ночь четвёртая. Боже, как это всё кончилось? Чем всё кончилось? Я пришёл в девять часов, она была уже там. Я ещё издали заметил её. Она стояла как тогда, в первый раз, облокотясь на перила набережной и не слыхала, как я подошёл к ней. — Настенька! — окликнул я её, через силу подавляя своё волнение. Она быстро обернулась ко мне. — Ну, ну, скорее! Я смотрел на неё в недоумении. — Ну, где же письмо? Вы принесли письмо? — повторила она, схватившись рукой за перила. — Нет, у меня нет письма, — сказал я наконец. — Разве он ещё не был? Она страшно побледнела и долгое время смотрела на меня неподвижно. Я разбил последнюю её надежду. — Ну, бог с ним! — проговорила она наконец прерывающимся голосом. — Бог с ним! Если он так оставляет меня. Она опустила глаза, потом хотела взглянуть на меня, но не могла. Ещё несколько минут она пересиливала своё волнение, но вдруг отворотилась, облокотясь на балюстраду набережной и залилась слезами. — Полноте, полноте! — заговорил была я, но у меня силы не доставало продолжать. На неё глядя, да и что бы я стал говорить? — Не утешайте меня. Не говорите про него, не говорите, что он придёт, что он не бросил меня так жестоко, так бесчеловечно, как он это сделал. — За что? За что? Неужели что-нибудь было в моём письме, в этом несчастном письме? Тут и рыдания пресекли её голос. У меня сердце разрывалось на неё глядя. — О, как это бесчеловечно жестоко! — начала она снова. — И ни строчки, ни строчки. Хоть бы отвечал, что я не нужна ему, что он отвергает меня, что ни одной строчки в целые три дня. — Как легко ему оскорбить, обидеть бедную, беззащитную девушку, которая тема виновата, что любит его. — О, сколько я вытерпела в эти три дня! Боже мой! Боже мой! Как вспомню, что я пришла к нему в первый раз сама, что я перед нему не жала и сплакала, что я вымаливала у него хоть каплю любви. — И после этого? — Послушайте! — заговорила она, обращаясь ко мне, и чёрные глазки её засверкали. — Да, это не так. Это не может быть так. Это ненатурально. Или вы, или я обманулись. Может быть, он письма не получал? Может быть, он до сих пор ничего не знает? — Как же можно? Судите сами. Скажите мне ради Бога. Объясните мне. — Я этого не могу понять. Как можно так варварски грубо поступить? Как он поступил со мной? Ни одного слова. — Но к последнему человеку на свете бывает сострадательнее. Может быть, он что-нибудь слышал? Может быть, кто-нибудь ему насказал обо мне? — закричала она, обратившись ко мне с вопросом. — Как вы думаете? — Слушайте, Настенька, и я пойду завтра к нему от вашего имени. — Ну? — Я прошу у него обо всем. Расскажу ему все. — Ну-ну. — Вы напишите письмо. — Не говорите «нет», Настенька, не говорите «нет». Я заставлю его уважать ваш поступок. Он все узнает, и если... — Нет, мой друг. — Нет. — Довольно. — Больше ни слова, ни одного слова от меня, ни строчки. — Довольно. — Я его не знаю, я его не люблю больше. — Я его позабуду. Она не договорила. — Успокойтесь, успокойтесь. Сядьте, Настенька. — Да я спокойна. Полните это так. Это слезы, это просохнет. Что вы думаете? Что я сгублю себя? Что я утоплюсь? Сердце мое было полным. Я хотел было заговорить, но не смог. — Слушайте, — продолжала она, взяв меня за руку. — Скажите, вы бы так не поступили? Вы бы не бросили той, которая бы сама к вам пришла? Вы бы не бросили ей в глаза бесстыдные насмешки над ее слабым глупым сердцем? Вы бы берегли ее? Вы бы представили себе, что бы она одна? Что она не умела усмотреть за собой? Что она не умела себя уберечь от любви к вам? Что она не виновата? Что она, наконец, не виновна? Что она ничего не сделала? — О, Боже мой, Боже мой! — Настенька! — закричал я, наконец, не будучи в силах преодолеть свое волнение. — Настенька, вы терзаете меня. — Вы извите мое сердце, вы убиваете меня, Настенька. Я не могу молчать. Я должен, наконец, говорить, высказать, что у меня накипело тут в сердце. Говоря это, я приостал со скамейки. Она взяла меня за руку и смотрела на меня в удивление. — Что с вами? — проговорила она, наконец. — Слушайте, — сказал я решительно. — Слушайте меня, Настенька. Что я буду теперь говорить? Все вздор, все безбыточно, все глупо. Я знаю, что этого никогда не может случиться. Но я не могу же ей молчать. Именем того, чем вы теперь страдаете, заранее молю вас. Простите меня. — Ну что, что? — говорила она, перестав плакать и пристально смотря на меня, так как странное любопытство блистало в ее удивительных глазках. — Что с вами? — Это несбыточно. — Но я люблю вас, Настенька. Вот что. — Теперь все сказано, — сказал я, махнув рукой. — Теперь вы увидите, можете ли вы так говорить со мной, как сейчас говорили. Можете ли вы, наконец, слушать то, что я буду вам говорить? — Ну что же, что же, — перебила Настенька. — Что же из этого? — Ну я давно знала, что вы меня любите. Но только мне все казалось, что это вы меня так, просто, как-нибудь любите. — Ах, боже мой, боже мой. Сначала было просто, Настенька. А теперь? Теперь я точно так же, как вы, когда вы пришли к нему тогда с вашим узелком. Хуже, чем вы, Настенька, потому что он тогда никого не любил, а вы любите. — Что вы это мне говорите? Я, наконец, вас совсем не понимаю. Ну, послушайте, зачем же это? То есть, не зачем, а почему же вы так, так вдруг? Боже, я говорю глупости, но вы... И Настенька совершенно смешалась. Щеки ее вспыхнули, она опустила глаза. — Что же делать, Настенька? Что же делать? Я виноват. Я употребил во зло. Но нет же, нет, не виноват я, Настенька. Я это слышу, чувствую, потому что мое сердце мне говорит, что я прав. Потому что я вас ничем не могу обидеть, ничем оскорбить. Я был друг ваш. Но вот я теперь друг. Я ничему не изменял. Вот у меня теперь слезы текут, Настенька. Пусть их текут. Пусть текут, они никому не мешают. Они высохнут. Настенька. — Да сядьте же, сядьте же, — сказала она, сажая меня на скамейку. О, Боже мой. Нет, Настенька, я не сяду. Я уж более не могу быть здесь. Вы уже меня более не можете видеть. Я все скажу и иду. Я только хочу сказать, чтобы вы никогда не узнали, что я вас люблю. Я бы сохранил свою тайну. Я не стал бы вас терзать теперь в эту минуту моим эгоизмом. Нет. Но я не мог теперь вытерпеть. Вы сами заговорили об этом. Вы виноваты. Вы во всем виноваты. А я не виноват. Вы не можете прогнать меня от себя. Да нет же, нет. Я не отгоняю вас. Нет. Говорила Настенька, скрывая, как только могла свое смущение. Бедня, бедненькая. Вы меня не гоните? Нет. А я было хотел сам бежать от вас. Я уйду, только все скажу сначала. Потому что когда вы здесь говорили, я не мог усидеть. Когда вы здесь плакали, когда вы терзались от того, но от того, уж я это назову, Настенька, от того, что вас отвергают, от того, что оттолкнули вашу любовь. Я почувствовал. И я услышал, что в моем сердце столько любви для вас, Настенька, столько любви. И мне стало так горько, что я не могу помочь вам этой любовью, что сердце разрывалось и я. Я не мог молчать. Я должен был говорить, Настенька, я должен был говорить. Да-да, говорите мне, говорите со мной так, сказала Настенька с неизъяснимым движением. Вам может быть странно, что я с вами так говорю, но говорите. Я вам после скажу, я вам все расскажу. Вам жаль меня, Настенька. Вам просто жаль меня, дружочек мой. Уж что пропало, то пропало. Уж что сказано, того не воротишь. Не так. Ну так вы теперь знаете все. Ну вот это точка отправления. Ну хорошо, теперь это все прекрасно. Только послушайте. Когда вы сидели и плакали, а я про себя думал. Ух, дайте мне сказать, что я думал. Я думал, что... Ну уж, конечно, вы-то и не может быть, Настенька. Я думал, что вы... Я думал, что вы как-нибудь там, ну, совершенно посторонним каким-нибудь образом. Уж больше его не любите. Тогда я это и вчера, и третьего дня уж думал, Настенька. Тогда я бы сделал так. Я бы непременно сделал так, что вы бы меня полюбили. Ведь вы сказали, ведь вы сами говорили, Настенька, что вы меня уже почти совсем полюбили. Ну что ж дальше? Ну вот почти и все, что я хотел сказать. Остается только сказать, что было тогда, если бы вы меня любили. Только это больше ничего. Послушайте, друг мой, потому что вы все-таки мой друг. Я, конечно, человек простой, бедный, такой незначительный, только не в том дело. А только я бы вас любил, так любил, что если бы вы еще и любили, и вы продолжали любить того, кого я не знаю, то все-таки не заметили бы, что моя любовь как-нибудь там для вас тяжела. Вы бы только слышали, вы бы только чувствовали каждую минуту, что подле у вас бьется благодарное, благодарное сердце, горячее сердце, которое за вас. Ох, Настенька, Настенька, что же вы со мной сделали? Не плачьте же, я не хочу, чтобы вы плакали, сказала Настенька, быстро вставая со скамейки. Пойдемте, встаньте, пойдемте со мной, не плачьте же, не плачьте, говорила она, утирая мои слезы своим платком. Ну пойдемте теперь, я вам, может быть, скажу что-нибудь. Да уж, коли теперь он оставил меня, коли он позабыл меня, хотя я еще и люблю его, не хочу вас обманывать, но послушайте, отвечайте мне. Если б я, например, вас полюбила, то есть если б я только... Ох, друг мой друг, как я подумаю, как подумаю, что я вас оскорблял тогда, что смеялась над вашей любовью, когда хвалила вас за то, что вы не влюбились. О боже, так как же я этого не предвидела? Как я не предвидела, как я была так глупа? Ну, я решилась, я все скажу. Послушайте, Настенька, знаете что? Я уйду от вас, вот что? Просто я вас только мучаю. Вот у вас теперь угрызение совести за то, что вы насмехались, а я не хочу. Да, не хочу, чтобы вы, кроме вашего горя... Я, конечно, виноват, Настенька, но прощайте. Стойте, выслушайте меня. Вы можете ждать? Чего ждать? Как? Я его люблю. Но это пройдет. Это должно пройти. Это не может не пройти. Уж уже проходит, я слышу. Почем знать? Может быть, сегодня же кончится, потому что я его ненавижу. Потому что он надо мной осмехался. Тогда как вы плакали здесь со мной. Потому что вы не отвергли бы меня, как он. Потому что вы любите. А он не любил меня. Потому что я вас, наконец, люблю сама. Да, люблю. Люблю, как вы меня любите. Я же ведь сама еще прежде вам это сказала. Вы сами слыхали. Потому люблю. Что вы лучше его. Потому что вы благороднее его. Потому что... Потому что он... Волнение бедняжки было так сильно, что она не докончила. Положила свою голову у меня на плечо. Потом на грудь и горько заплакала. Я утешал, уговаривал ее, но она не могла перестать. Она все жала мне руку и говорила между рыданиями. Подождите, подождите. Вот я сейчас перестану. Я хочу вам сказать, вы не подумайте, чтоб эти слезы. Это так от слабости. Подождите, пока пройдет. Наконец она перестала. Отерла слезы, и мы снова пошли. Я хотел было говорить, но она еще долго все просила меня подождать. Мы замолчали. Наконец она собралась с духом и начала говорить. Вот что. Начала она слабым дрожащим голосом. Но в котором вдруг зазвенело что-то такое, что вонзилось мне прямо в сердце и сладко заныло в нем. Не думайте, что я так непостоянно и ветрено. Не думайте, что я могу так легко и скоро позабыть и изменить. Я целый год его любила. И богом клянусь, что никогда, никогда даже мысль не была ему не верна. Он презрел это. Он насмеялся надо мной. Бог с ним. Но он уязвил меня и оскорбил мое сердце. Я? Я не люблю его, потому что я могу любить только то, что льверь годушна, что понимает меня, что благородна, потому что я сама такова, и он недостойный. Но бог с ним. Он лучше сделал, чем когда бы я потом обманулась в своих ожиданиях и узнала, каков он. Ну, кончено. Но почем знать, добрый мой друг? Продолжала она, пожимая мне руку. Почем знать? Может быть, и вся любовь моя была обман чувств, воображение? Может быть, и началась она шалостью, пустяками, от того, что я была под надзором у бабушки? Может быть, я должна была любить другого, а не его? Не такого человека, другого, который пожалел бы меня и... Ну, оставим, оставим это. Перебила Настенька, задыхаясь от волнения. Я вам только хотела сказать. Я вам хотела сказать, что если, несмотря на то, что я люблю его... Нет, любила. Если, несмотря на то, что вы еще скажете, если вы чувствуете, что ваша любовь так велика, что может, наконец, вытеснить из моего сердца прежнее? Если вы захотите жалиться надо мной, если вы не захотите меня оставить одну в моей судьбе, без утешения, без надежды, если вы захотите любить меня всегда, как теперь меня любите, то клянусь, что благодарность, что любовь моя будет, наконец, достойной вашей любви. Возьмете ли вы теперь мою руку? Настенька! Закричала я, задыхаясь от рыдания. Настенька! О, Настенька! Ну, довольно, довольно. Ну, теперь совершенно довольно. Заговорила она, едва пересиливая себя. Ну, теперь уже все сказано. Не правда ли? Ну, и вы счастливы, и я счастлива. Ни слова больше об этом. Подождите. Пощадите меня. Говорите о чем-нибудь другом, ради бога. Да, Настенька, да. Довольны об этом. Теперь я счастлив. Я, ну... Настенька, ну давайте заговорим о другом. Поскорее. Поскорее заговорим. Да, я готов. И мы не знали, что говорить. Мы смеялись, мы плакали. Мы говорили тысячи слов без всякой связи и мысли. Мы то ходили по тротуару, то вдруг возвращались назад и пускались переходить через улицу. Потом останавливались и опять переходили на набережную. Мы были как дети. Я теперь живу один, Настенька, заговорил я. Я завтра... Ну, конечно, я, знаете, Настенька беден. У меня всего тысяч двести. Но это ничего. Разумеется, нет. А у бабушки пенсион. Так она нас не стеснит. Нужно взять бабушку. Конечно, нужно взять бабушку. Только вот Матрёну. Ах, да и у нас же фёкла. Матрёна добрая. Только один недостаток. У неё нет воображения, Настенька. Совершенно никакого воображения. Но это ничего. Всё равно. Они обе могут быть вместе. Только вы завтра к нам переезжаете. Как это? К вам? Хорошо, я готов. Да. Вы наймитесь у нас. У нас там наверху мезонин. Он пустой. Жилиться была старушка-дворянка. Она съехала. И бабушка, я знаю, хочет молодого человека пустить. Я говорю, зачем же молодого человека? А она говорит, да так, я уж стара. А только ты не подумай, Настенька, что я за него у тебя хочу замуж со сватой. А я и догадалась, что для этого. Ах, Настенька. И оба мы засмеялись. Ну, полноте, полноте же. Где же вы живёте? Я и забыла. Там, у моста, в доме Баранникова. Это такой большой дом? Да, большой такой дом. Ах, знаю, хороший дом. Только вы знаете, бросите его и переезжайте к нам поскорее. Завтра же, Настенька, завтра же. Я там немножко должен за квартиру. Да это ничего. Я получу скоро жалование. А знаете, я, может быть, буду уроки давать. Сама выучусь и буду давать уроки. Ну, вот и прекрасно. А я скоро награждение получу, Настенька. Так вот, вы завтра и будете мой жилец. Да. И мы поедем в Сивильского Цирюльника. Потому что и теперь его опять скоро дадут. Да, поедем. Сказала смеясь Настенька. Нет, лучше мы не будем слушать Цирюльника. А что-нибудь другое. Ну, хорошо, что-нибудь другое. Конечно, это будет лучше. А то я не подумал. Говоря это, мы ходили оба как будто в чаду, в тумане. Как будто сами не знали, что с нами делается. То останавливались и долго разговаривали на одном месте. То опять пускались ходить и заходили, бог знает куда. И опять смех, опять слезы. То Настенька вдруг захочет домой, и я не смею удерживать. И захочу проводить ее до самого дома. Мы опускаемся в путь, и вдруг через четверть часа находим себя на набережной у нашей скамейки. То она вздохнет, и снова слезинка набежит на глаза. И я оробею, похолодею. Но она тут же жмет мою руку и тащит меня снова ходить, болтать, говорить. Пора теперь. Пора мне домой. Я думаю, очень поздно, сказала наконец она. Полно нам так ребячиться. Да, Настенька, только уж я теперь не засну. Я домой не пойду. Я тоже, кажется, не засну. Только вы проводите меня. Непременно. Но уж теперь мы непременно дойдем до квартиры. Непременно, непременно. Честное слово. Потому что ведь нужно же когда-нибудь воротиться домой. Честное слово. Отвечал я смеясь. Ну пойдемте. Пойдемте. Посмотрите на небо, Настенька. Посмотрите. Пойдемте. 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 Продолжение следует...